Здравствуйте, Андрей Андреевич, недавно посмотрела ваше видео об отеках и причиной, может быть, из-за запоров, да? Вы посоветовали пить соду в теплой воде, уточните, надо кипяченой водой. Как пить соду? Смотрите, в случае, если у вас запоры, в случае, если у вас аллергия, это между собой связано, как я и говорил в одном из своих семинаров. Избавиться от запоров можно, если каждое утро на протяжении 1-2 месяцев принимать соду. 1 чайная ложка на стакан горячей воды, можно даже кипятка, но ни в коем случае не добавлять туда лимона или еще чего-то, но и пить, когда оно остывает. На самом деле это не принципиально горячей или теплой, теплой даже лучше, то есть просто 1 чайная ложка соды разводится в стакане теплой воды, выпивается, желательно это делать в первой половине дня, но в случае, если у вас очень все плохо, то можно использовать и во второй. Кстати, сейчас вспомнил интересный такой способ, народный. Когда-то одна женщина, по-моему, она была из Карелии, на морском курсе рассказала о том, как можно избавиться от запоров. Это метод переливания воды из стакана в стакан. То есть она сказала, что берете сырую воду, наливаете в стакан воды и после этого утром переливаете 39 раз из стакана в стакан эту воду, ничего при этом говорить не нужно, а на 40-й, когда перелили эту воду, необходимо выпить. И говорит, вот я так вылечила всем своим знакомым запоры. Одна моя женщина говорит, знакомая, я говорю, ну вот я вам посоветовал, она говорит, спасибо, Андрей Андреевич, от запоров я не избавилась, но хочу вам сказать, что вот такое переливание каждое утро воды помогло мне выровнять осанку. Я немного сутулилась, а утром начала переливать воду, и у меня осанка появилась, я начал более ровнее ходить и так далее. Говорит, спасибо, ну видите, нет худа без добра. Так желание избавиться от запоров не помогло избавить человека от запора, но выровняло его осанку. Тоже хороший, думаю, хороший результат.